давно в начале девяностых ко мне в офис пришла молодая женщина с грудным ребенком ребенку было месяцев 9 и сказала я боюсь что мой муж убьет меня и об этом никто не узнает это была одна из первых встреч с пострадавшими от насилия женщинами в начале моей работы с этой проблемой когда я узнавала об этой проблеме сама я была таким же обычным человеком и имела слабое представление об этом хотя хорошо понимала что это у нас происходит везде мы все знаем такие истории это истории наших родственников соседей или наши собственные истории но мне было непонятно чем же отличается насилие в семье от обычной семейной ссоры основное отличие конфликта в семье и насилие в семье или как еще эту проблему называют домашнего насилия состоит в том что конфликт можно разрешить переговорами договоренностью и конфликт имеет в своей основе какую-то конкретную причину насилие в семье несмотря на то что очень много поводов бывает для этого это явление которое отличается в первую очередь цикличностью повторяемостью возникает насилие в семье в общем не всегда с физического насилия которым мы знаем это как правило начинается ну скажем так менее заметных каких-то проявлений это может например быть ревность и это ревность которая приводит к тому что один человек начинает просто контролировать поведение другого в результате чего может возникнуть изоляция например молодая пара да вот они поженились у них начало семейной жизни они куда-то собираются в гости к родственникам и вдруг молодой супруг может сказать ты знаешь вот когда мы ходим гости к твоим родственникам мы всегда ссоримся давай не пойдем это способ и повод постепенно изолировать молодую женщину супругу от ее родственников от ее с окружения у женщины в этой ситуации возникает и ну как бы единственное такое зеркало в которое она может смотреться это ее вторая половина а это зеркало кривое потому что это зеркало будет ей говорить ты не хороша ты ничего не умеешь ты без меня пропадешь ты ни на что не способна ты плохая мать плохая хозяйка и вот в результате это сбивает ну не просто уверенность в себе да а это заставляет женщину оставаться в этих отношениях потому что она совершенно теряет уверенность в себе и это называется есть такой термин который называет это приобретенная беспомощность ну естественно там уже идут оскорбления естественно для этого типа отношений возникают оскорбления унижения и дальше начинается уже физическое насилие цикл насилия о котором важно понимать он состоит в основном из трех фаз первая фаза это рост напряжения в отношении начинает возникать раздражение со стороны супруга и мелкое недовольство раздражение агрессия которая постепенно вот это напряжение она нарастает и переходит в фазу насилия на 1 на первых порах это фаза насилия может быть не обязательно каким-то серьезным инцидентом это может быть пощечина это может быть как вот одна женщина мне говорила неожиданный удар со спины до муж подходил удар и ладони ударил ее неожиданно по спине изо всей силы и у нее стало возникать чувство постоянного такого страха ожидания удара со спины затем с годами это может перейти уже выстязание избиения и после акта насилия каким бы он не был всегда наступает фаза перемирия или фаза отдыха эта фаза на которой обидчик будет просить прощения и возможно даже искренне раскаиваться в содеянном но эта фаза на которой женщины всегда прощают особенно на первых порах потому что в этот момент он становится снова тем мужчиной которого она когда-то полюбила с которым она хотела создать семью которому она поверила но потом эта фаза постепенно переходит снова в фазу роста напряжения и женщины которые подвергаются насилию в течение многих лет могут отследить эту фазу и сказать с точностью до одного-двух дней когда будет следующий акт насилия в отношении их для того чтобы понимать происходит ли это в вашей семье или если вы разговариваете с кем-то у кого вы знаете происходит такое и если вам говорят у нас часто конфликты в семье отслеживание вот этого цикла насилия помогает определить действительно ли это насилие или это отдельные конфликты мы говорим чаще всего о насилии в отношении женщин потому что если проанализировать не только статистику но и все стереотипы связанные с этой проблемой то они конечно чаще всего поддерживаются именно стереотипами в отношении женщин один из самых распространенных стереотипов то что женщина провоцирует насилие это такое косвенное или прямое оправдание совершаемого насилия то есть перенос ответственности с того кто совершает насилие на пострадавшую сторону ну если говорить об этом то у того кто совершает от насилия всегда есть выбор этот человек всегда может среагировать по-другому даже если есть провокация даже если есть прямой какой-то запрос на насилие второй опасный наверно момент это как правило люди которые попадают в такие отношения склонны поддерживать ну так скажем традиционное разделение ролей в семье это совсем такое традиционное когда мужчина добытчик женщина сидит дома и заботиться о семье о детях опасность такой благополучной картинки состоит в том что в ситуации насилия женщина полностью зависит с одной стороны эмоционально экономически и здесь зависимость усиливается полным отсутствием других контактов то есть вот присутствует та самая изоляция еще один стереотип это то что мужчины которые совершают насилие в семье психически не ненормальные нездоровы это тоже неправда потому что поведение этих мужчин избирательно они совершенно осознанно выбирают такое поведение в своей семье они не будут вести себя агрессивно на улице как правило наоборот в общественных местах для знакомых часто это очень общительные доброжелательные люди и только за закрытой дверью они ведут себя как жесткие тираны то что мужчина хозяин в семье и то что у него неограниченное там право последнего слова власти и так далее в данной ситуации она опасна именно тем что мужчина будет использовать это свое право не на благо семьи а во вред